Так, давай говори про Туапсе, про Скалу-Киселёва, это я, кстати, слышал известные места. Не, ну понятно, надо поздороваться, всем привет. Да-да-да, всем привет. Мы тут решили коллаборацию сделать, и я сейчас буду рассказывать про как раз два места, которые вот Жене, то есть не Жене самому или мне самому, а для каких-то мероприятий и целей. Это первое, что район Туапсе, это Скала-Киселёва, знаменитое курортное место Черноморского побережья. Там, кстати, снималась сцена из фильма «Бриллиантовая рука», где этот мальчик шёл по воде. А там на самом деле такие гребни прямо в море, и подплываешь к ним, и можно на них стоять, и на самом деле по ним можно ходить, и ходить как по воде. Так вот, это побережье, да? Там пляж достаточно удобный, мелкая галька, мышиные норы там можно посмотреть, ну, сама вот этот парк природный, ну, на Скалой-Киселёва, там такое хорошее место для отдыха. Правда, палатки ставить нельзя, но это другой вопрос уже. Как раз 22 километра от Туапсе в горы. Анастасиевка, турбаза «Чистые пруды», а не просто аутентичная турбаза, где нет электричества и генератор работает там с 9 вечера до 3 утра, но у меня, я тебе покидаю фотографии, достаточный уровень сервиса, комфортные дома, два пруда, дольмены. Между прочим, сосредоточение дольменов именно в этом районе одно из самых больших вообще на Черноморском побережье. Не в том смысле, что их много, а то, что больше 30 дольменов сосредоточено на очень маленьком... На площади, на маленькой площади, да. Да, так вот, именно там храм Солнца, именно там храм Солнца, та структура, которую я тоже тебе фотографию сброшу. Мало что осталось от того, как выглядит реконструкция, но, тем не менее, я провел на этом месте несколько дней, я ночевал, прямо на нем ночевал с палаткой, я его чувствовал, я его слушал. Это не тот храм Солнца? Вот Сергей мне показывал фотографию, у вас ролик был по поводу такого, такой сурат крутой, да? Да, 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 да. Там 12 секторов там такие, да, идут? Да, вот это как раз фотография реконструкции. Там, конечно, все по-другому выглядит, но, тем не менее, там, когда по нему ходишь, там и видишь эти все мегалитические, все эти выволы, камни, там дуб, ну, больше, чем 300 лет ему. Ну, там по-другому, там отсюда, вот, чувствуешь. Там как раз и анастасиевцы собирались в начале 90-х, мотивируя, что, ну, вот, смотрите, деревня Анастасиевка, храм Солнца, там были фестивали, там было. Почему заглохло, не знаю. Что-то все равно проводится. Летом кто-то приезжает, ленточки там какие-то висят, как обычно, да? Ну, а что конкретно? Там очень много туристических троп и маршрутов. Там гора Два Брата. А она, понимаешь, как Два Брата, там не Два Брата, как Две Души. Туапсе, река Туапсе, город Туапсе по названию реки. Туапсе – это Две Души. Две, две. Да, и находясь там, когда я изучал, вот местные жители говорили, что люди, чистые сердцем, видят третью гору, в определенные моменты видят третью гору и третью вершину. Тройственность. Да. И что удивительно, во время летнего солнцестояния, солнце как раз между двумя вершинами и встает. Вот, неспроста это была структура, вот мы с Сергеем Санцаренко, да, ее разбирали, это была какая-то технологическая структура, технического плана, ну, эзотерического, мистического, понятно, там, сакрального. Но, в первую очередь, это было какое-то техническое сооружение, ну, сейчас утраченное по причине того, что энергии изменились. Так вот, урочище третья рота, гора Семиглавая. Ну, во-первых, с горы Два Брата в ясную погоду вообще можно даже фиштера рассмотреть, сочинский. Это понятно, что обзорная площадка, прикинь, какие фотографии, да. И очень легкий поход. Не, как сказать, легкий, но поход одного дня. Из турбазы вышли, сходили, вдохновились, вернулись. И можно сходить либо на гору Индюк, знаменитая гора, либо на гору Семиглавая. Семиглавая, конечно, она, ну, вообще таинственная. Там люди, когда поднимаются на Семиглавую, там, их включают на раз. Но вот туда можно сходить с палатками, сходить в палатки, переночевать, вернуться. То есть фестивали, песенные, какие-то мероприятия семинарские, какие-то вот изучение древней истории, эзотерика, мистика. Вот, пожалуйста, место. А если море, если море, да, то Абрау-Дерсон, ну, это мека пешего горного туризма. Я здесь нахожусь уже две недели. Я излазил здесь все пешком. Ну, надо отметить, что я за этот месяц, я приехал 24 октября. И приехал, ну, во-первых, я хочу здесь поселиться. Ну, где-то искал себе место, нашел. А, во-вторых, я составлял маршруты. Как раз именно маршруты по побережью. Разного плана. Горные, пешие, ретритные. Просто для отдыха. Так вот, я прошел 291 километр пешком. И на транспорте проехал 1150 километров. То есть я сделал выжимку из Черноморского побережья. И я теперь знаю тайные тропы. Вот, допустим, такие тропы, как вот пионерлагерь Орленок. А я в нем был в 1982 году. Прихожу на вахту. У меня значок Орленок. Я говорю, пусти посмотреть. Он говорит, нельзя. Я говорю, ну, летом же за 150 рублей пускаете на пляж. А там пляжи песочные. Песок. А нет. Вот летом вы приезжаете. Я говорю, ну, бля, дружина стремительная. Ну, пусти. Нет, бесполезно. Такая трогательная у нас же, знаешь, о безопасности. Я пошел через гору барабанщиков. Ну и что, ну и все. И аттракуту нашел. Ну и ладно, пусть стоит там ваш шлагбаум. Это я о том, что я эти тайные тропы прошел сам. Эти пляжи, где вот люди не хотят толкаться ни локтями, ни другими энными местами. Это вот конкретно. Иди с гидом, и я проведу. Вот. Это момент. Абрау-Дюрсо. Здесь настолько классный, пеший, с выходом на морское побережье. Тут не сказать, что достаточно такие хорошие пляжи. Но есть вот как раз два места. Это в самом Дюрсо. Абрау-Дюрсо это двухсоставное. Абрау поселок по реке Абрау. И одноименное озеро Абрау. Абрау-Дюрсо, оно прямо на побережье. С выходом на такая скальная небольшая бухта. Ну, достаточно хороший пляж. Но летом понятно, что там будет народ. Абрау-Бич. Понятно, что летом там будет меньше, но тоже будет народ. Но Абрау-Бич больше пошел. И там можно уйти дальше. И как-то место себе обрести. Вопрос даже не в этом. То, что здесь такие горные тропы, аж дух захватывает. Ну, можно прямо по гребню пройти. Можно чуть ниже. Ну, у кого как. То есть, как хочешь. Есть где конкретно провести ретриты. Есть ретрит-центр Абрау. С такими классными, аутентичными домиками. Есть пансионаты. Ну, достаточно недорогие. Может быть, в межсезонье сейчас они там заявляют, там, 2000 за сутки. Ну, я так думаю, что при хорошем мероприятии это будет вторично. Ну, а летний сезон, это, извини, мы вообще можем в палатками встать. И все эти палаточные места, не все, но многие, я их обнаружил, я их записал и подготовил для этих маршрутов. Вот два места, Жень. Сразу два места. Ну, а в летний период палатки, наверное, там, наверное, все забито будет. Потому что я знаю, сколько я знаю, там в Крым ездишь, там все забито. Все дикие места, везде стоят палаточки. Или все-таки есть там, да? Конечно, конечно. Выходы, ближайшие выходы к пляжам, они будут забиты. Потому что, когда вокруг Абрау-Бич, вокруг пляжа ходишь, да? Там как раз и храм Лады. Ездический храм. Он даже в гугле дает геометку. Чура стоит богиня. Ну, Лады, Русы, Сординаи, как угодно. Женщины, да, праматери. Перми великая. Вот. Как он сделан? Ну, просто как плетень сделан вокруг. Но само место, оно, если бы христиане сказали, намоленное. Я там уже мероприятие проводил. Включал. И включался сам. Вот. Когда спускаешься в этот распадок Абрау-Бич, там эти, прямо видно. Тут Костровище, тут Костровище, тут Костровище, тут Костровище. Ну, то есть, дофига народу. В летний сезон. Много. Там палатки ставить можно. Но чуть дальше, ниже поляны, и понимаешь, у тебя оперативный простор открывается. Открывается оперативный простор, и ты можешь на ночевку уходить куда-то выше, да, в какое-то более тихое место, да. А хочешь покупаться в море, ну, пожалуйста, приходи к морю. Но здесь же в районе, в окрестностях Абрау-Дюрсо еще и тот дольменный комплекс, который выстроен ровно как троица. Я вот завтра, наверное, туда еще раз пойду, буду пытаться снять его сверху. Квадрик будет очень простой. Олег полезет на елку, и с елки будет этот комплекс пытаться снять. Это как базовая структура всех вот этих вот православных храмов, понимаешь, это три алтарные апситы, он выстроен как полукругом, и вот эти дольмены. Надо разбираться. Место тоже непростое. И там, что поразительно, лежит табличка, ну, она у меня на канале Талмач ТВ, есть эта зарисовка, там в туристической карте обозначено, что там два дольмена, ну, комплекс дольмена и еще один. Не нашел второй. Надо искать. Геометка есть, найти очень трудно. И зеркала Козырева. И там лежит, на камне написано, искали зеркала Козырева, не нашли. Прохода к зеркалам Козырева нет. А я пошел по тропинке, тропинка закончилась, и дальше на уровне уже духа. У человека возникает же состояние, ну, и все, там и нет ничего. Я так понимаю, что проходят только те, кто более... И я так смотрю, а что-то там как интересно, как какой-то плющ какой-то, что-то там... И я так пошел, 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 а там, знаешь, как эльфийская стена. И я так за эту эльфийскую стену-то захожу, а там открывается такой распадок и такое природное зеркало Козырева. И там реально меня включило. И один момент. На подходе к этому дольменному комплексу, в ущелье, охрененный резонатор, я его тоже на канале выложил. И там тоже шаманят. Поставили метку с тропы, повесили знак калаврат, выложили камни. Ну, то есть, человек не сведущий не обратит внимания. А когда ты идешь в теме, в запросе, да, и раз у тебя... Я думаю, опа, ну-ка дай. И тропинка пошла, пошла-пошла тропинка. И метров через 400, наверное, раз я так в ущелье. И водопад, водопад и резонатор, природный резонатор, костер, жгут костер, подкова воды. Ну, то есть, вот я говорю, что те моменты, которые разные же могут быть мероприятия, просто собрались, попели песни, вдохновились. А кто-то ездит конкретно в мистическом поле, да? Я тебе больше скажу, что вот в таких местах, вообще на природе, я удивился, вот многие не понимают, как бы, о чем Сережа Савенко говорит, да, там, но вообще тяжело, как бы, информацию подает. Ну, я вот, допустим, за пять лет себе некий концентрат выскреб с него, да, я уже понимаю, простыми словами могу, как бы, все это передавать. Но на природе и в таких местах это вообще, ну, ура, идет. То есть, у меня был опыт в этом году, вот там, на побережье мы сидели, в Сухуми я был, да, и вот ко мне просто идут люди. Я иду, он, дядечка такой, вокруг трется, трется на остановке. Хоп, отсел, говорит. А ты вообще откуда, оттуда? А ты там, вот, вот, похож, там, вот, вот лицо у тебя там славянское еще что-то. И вот я вижу, он ко мне прям тянется, тянется, тянется. Я говорю, хорошо, запиши мой телефон, запиши мой телефон. Я же не говорю, запиши телефон. Ладно, записали телефон. Я говорю, я завтра буду на пляже, вот здесь вот, в два часа. Вот он на следующий день, значит, приходит на пляж, подтаскивает какую-то женщину с собой. Женщина, она руководитель клуба йоги там и еще чего-то. И вот мы сидим, и она сразу говорит, от кого, говорит, прет, от кого, прет, там вообще просто потоки, говорит, от тебе, ты, говорит, что не понимаешь? А тебе прет. А я сижу и просто, вот, просто легко и свободно рассказываю вот эти все вещи про счетчик Пифагора. У нее интернет, я беру, тут же я там начинаю, говорит, как говорится, гадать, там еще что-то. Они там, вот, шить. То есть, понимаешь, в таких местах, на природе это вообще легко. То есть, то, что люди не могут никак понять, не могут, не могут в квартирах там понять все это, пропустить. Там все на раз. Там вот они увидят это зеркало и все. И все кубики складываются сразу в голове. То есть, это вообще очень классно. Такие места. И у тебя, я вижу, у тебя уже вот база вот этих мест, они уже образуют некий сценарий. Ты уже прям видишь. Ну, что первое, что второе, как вот человека подвести. И я так понимаю, есть маршруты там на два, на три дня, а есть там, может быть, и до недели там, да. А есть одного дня. То есть, надо понимать цели задачи и время, как бы, да. Да. Вот сейчас я уже сформировал трехдневный практически семинар «Путь мага». Но надо понимать, что я вот как раз эту тему сейчас и начинаю развивать. Что такое магия, мы не понимаем. Ну, у многих это вообще отторжение вызывает. Потому что, как бы, намеренно нас увели в сторону. Ну, мага, мага, материя, мать, га, движение. А ты наоборот прочитай. Мага, гамма, гамма. Гамма, гамма. Это человек, который, да, гаммы складывает. То есть, ну, вот есть даже, условно говоря, многоголосие, гамм какое-то, да, может привести в гармонию. То есть, это человек, который, да, вот, управляет процессом. Ну, а мага, мага, это состояние. Так вот, и вот поэтому, поэтому не магиня там, не маг, а волшебник. Ну, волк шептачий. Волк шепота. Шепот. Он же... Шепчащий. Очень силу, ну, силу имеет, вот эти заговоры, они же вообще бабки шептуни, вот это все оттуда. Волшебник, это волхвы. У меня стойкое ощущение, что дольменный комплекс, вот этот новороссийский, который троичный, да, здесь возле Абрау-Дюрсо, его волхвы строили. Ну, во-первых, камни размера того, что мы можем, допустим, четвером в пятером поднять, обработать, сложить их. Но на уровне духа, какие-то те вот эти первые, да, вот про то, что говорят, Петр Первый, когда пришел, он всех наших старцев, ну, изловили, убили. Вот. Это отсюда. И на уровне духа вот этих энергий, они там есть. Что я конкретно здесь? Ну, да, у меня включилось там, что-то включилось на Храме Солнца, на тех дольменах, которые там. У меня прямой контакт был с дольменом, который стоит прямо на базе «Чистые пруды» в Анастасиевке, там, у подгорода два брата. Удивительные вещи. Но дальше пройти у меня не хватает усиления поля. Ну, не хватает. Вот как раз собраться в мероприятии, на какой-то ретрит, подведенную задачу. Каждый приезжает со своим запросом, и есть какая-то глобальная общая цель, хотя бы прикоснуть, узнать, да, что такое дольмен, кто их строил, для чего. Если что, нам взять оттуда. Или не надо оставить это уже просто, как, условно говоря, артефакты. Ну, посмотрели и посмотрели. Ну, то есть вот это групповая работа, да. Вот трехдневный семинар, двенадцатидневный тур по побережью. Это лучшие пляжи, лучшие тропы, лучшие места. Это, ну, едем, да, через Небуг, заезжаем в Дельфинарий, Новомихайловские Белые Скалы. Мимо Орленка едем, выходим по секретной тропе на песочные пляжи. Ну, то есть вот так. Тоже можно включить и эзотерику, и мистику, собрать людей, смотря, какие едут, да. Ну, тут тоже надо понимать о времени года. То есть вот то, что ты сейчас говоришь, это как бы ориентир на лето. То есть, да, там люди же хотят, ну, походить. Походить можно и осенью, и весной. Покупаться там... Это если только покупаться. А если, ну, для дела собираться, ну, снега здесь практически не бывает, ты сам знаешь. Вот, поэтому турбаза «Чистые пруды» как базирование, и вокруг, пожалуйста, работай. Вдохновляйся, отдыхай. Абрау-Дюрсо базирование и вдохновляйся отдыхай. Два места, два конкретных места. Причем я тебе скажу, что сегодня двадцать восьмое же, да? Да. Вот, двадцать пятого позавчера я набрал бичку пасса. Температура воды была плюс восемнадцать. Нормально. Восемнадцать градусов нормально. Сегодня вот попрохладнее, но ночью восемь. Но еще, может быть, вот даже в декабре. Ну, то есть здесь точно снега не бывает, это понятно. А в Анастасиевке снег, бывает, лежит, ну, где-то два месяца может лежать. Там повыше все-таки, там, все-таки при, там, начало этого Кавказского хребта. Уже как бы, не то, не начало, но уже как бы преддверие Кавказского хребта. Ну, как-то вот так же я рассказал, что места есть, есть где жить, переночевать с палатками, без, есть под какие задачи, под любые, под любые фестивали. В Анастасиевке, ну, там, туда, дальше, ближе к горе, поляны. Хорошие поляны, можно прям большим палаточным лагерем становиться. Река Пшенаха чистая, течет вода рядом, палатки здесь. До Храма Солнца пара шагов, до Дольменов пара шагов, в горы пошли, сходили. Поход выходного дня, однодневный, да, к примеру. Все, я тебе как бы... Власти, власти не гоняют, вот ты говоришь, там, встать там, или там, достаточно далеко. От власти. Знаешь, они будут гонять тогда, когда они превратят, допустим, это место в какую-то туристическую точку. А сейчас это все в разрухе и... Хорошо. Тогда вот более конкретно, вот смотри, то есть, я так понимаю, если, как бы, человек едет, он едет либо до Краснодара, либо до Туапсе, так? До Туапсе, до Туапсе едет, да. И там, что ты говоришь, допустим, переночевать или где-то там, ну, забазироваться, да, это в самом городе или от города куда-то ехать? А зачем? Там 22 километра, там автобус ходит каждые 40 минут. Сели, доехали до Анастасиевки, все, пешая, до Турбазы чистые пруды уже пешая доступность. То есть, ты хочешь сказать, прям с лету? Да. Прямо сразу, и все, и ты сразу уже на Турбазе. Ну, я имею в виду, что человек, допустим, группа приезжает из Москвы, к примеру, да, в Туапсе. Приезжая до Туапсе, там, грубо говоря, людей встречаем и сразу вперед. Или как? Сразу, да, у нас, ну, ну, единственное, что мы, понятно, что мы забронировали дом какой-то. А, ну, то есть, есть вот этот, да, ну, да. Да, да, там мы забронили, у нас заброне уже есть, у нас же все, нас ждут, мы что, людей встретили, и заброску это сам. А, ну, я именно это и хотел узнать, то есть, не сразу прям поход. То есть, где-то люди должны переночевать там и... Конечно, ну, да, устроиться, понятно, что надо. Угу, угу. Я сейчас вариант, у меня уже один вариант есть. Я сейчас, предполагается, буду из Абрау возвращаться в Туапсе, и там уже вариант с будущим хостелом. Дружеским не хостелом, а гостевым домом. Ребята, ну, наших лет, ребята, семейная пара из Ульяновска переехали, купили. Ну, а как участок, ну, как вот южный участок, большой дом и много маленьких, да, которые сдаются в туристический курортный сезон. Там, ну, ремонта много, и они сейчас, понятно, что не справляются. А я им написал, что давай я это самое, я у вас пожилу, да, помогу с ремонтом. Они так, за. На мой комментарий под их видео открылся еще человек. Человек уже приехал, уже им помогает. Вот. Моя комната пока свободна. Так вот, вот такой вариант, когда появляется не просто какой-то хостел чей-то, а когда, вполне возможно, я говорю, к чему иду, дружественное гостевое пространство, когда в Туапсе люди приехали, ну, вот они не могут попасть в ночь или еще как-то, и уже есть, раз за руку взяли, да, или дали адрес, они приехали и сразу посетились. Дружественное гостевое пространство. То есть, ну, конкретно, я же гид перемен. Это же не просто так. Я же понимаю, что мы все люди фестивальные, но не всегда же в палатке, бляха-муха, хочется же еще и в бане помыться, там, или на чистых пространях хотя бы раз за тур переночевать. И вот я так и строю. У меня даже вот этот 12-дневный тур, он в формате кэмп-отель, так, бренд такой придумал, кэмп-отель. Отель для увлеченных жизнью людей. Но это не в палатках. Это третья часть в палатках, а остальное бронируются гостевые дома. Ну, как бы вот так. Потому что нам, мужикам, еще ладно, а вот женщины-то, они на третий, особенно на четвертый день, там, извини, если она не помылась, то она тебе вынесет мозг. Ну, это да, да. Слушай, ну, в принципе, так достаточно структурно это все описал. Вот, и я думаю, что надо этим просто заняться. Мне еще прикинуть, как все это подать. Вот, мне нужна, конечно, вводная информация, желательно фотографии какие-то. Да, ну, можно какие-то наводки дать и в интернете самим найти там что-то там, я думаю, тоже не проблема. Вот, и просто я так подумал для себя, но какой смысл зиму просто так сидеть, если можно что-то сделать? Я это могу, в принципе, организовать. И хотя сейчас непростая ситуация вообще в целом в стране, но я думаю, что все равно. А это может и в плюс сыграть. Вот, да. Да. Не известно, как вообще, что и будет. Говори, говори. И в связи, да, и в связи с этим, вот, то, что ты там вот про криптовалюту затронул, это, я считаю, кстати, не глупости никакие. Ну, то есть, это на данный момент времени, как бы, очень такой, достаточно разумный, рациональный выход, ну, перебиться. Ничего я там такого не вижу, никакого воровства, но это бред, это можно там до маразма найти, там, что мы все воры. Ну, я считаю, что, если так думать, то, как бы, тогда вообще ничего и делать не надо, как-то так. То есть, я считаю, я себя вором не считаю из-за того, что у меня есть, там, банковская карта или еще что-то там такого. Это просто механизм, с помощью которого люди выходят из ситуации. Ничего вот такого нет. Ну, то, что, конечно, мы все вписаны в глобальную систему, ну, а кто с этим спорит? Никто с этим не спорит. Ну, и глупо с этим вообще спорить. То есть, мы живем в предлагаемых обстоятельствах, и главное, с моей точки зрения, в этих предлагаемых обстоятельствах оставаться человеком. Вот и все. Надо просто зрителей отправлять на то видео, чтобы они понимали, в каком контексте вор, мошенник и кредитные и простые дебетовые карты, и крипту, чтобы они четко понимали. Я буду выкладывать на свой канал. Я ссылку на это видео наше с Сергеем Снецаренко прикреплю. Хочу, кстати, его пересмотреть еще и сам. Вот. А ты мне, кстати, сбрось ссылку на свой канал. Я так и не знаю, где у тебя твой канал, потому что я ваши видео у себя разместил. И вот и последние, и вот и притчи Соломона мне очень понравились. А твоего канала не знаю. То есть, если у тебя там интересные какие-то видосы есть, я их тоже как бы могу. Ютуб-канал, там много чего интересного. Почему? С Дмитрием Мыльниковым чего только стоит. Так вот, я говорю, что нету здесь межсезонья. Межсезонья есть только для тех, кто хочет теплого моря, фруктов, побухать. Но этим людям дольмены не нужны. Вот я про что тебе и говорю. Вот я на 22 декабря на Калюду у меня заявлен мужской круг. Ну, кто-нибудь, может быть, запишется. Вот мы пройдем здесь этот круг. 60 километров за три дня. Через генерацию поля решаем задачи. Условно говоря, хочешь узнать себя настоящего? Иди со мной, да? Каляда. Зимнее солнцестояние. Это же начало мужского года. Именно вот на эту астрономическую точку мужики раньше и планировали свой год. Папы потом включались. На весну, на равнодействие, на жизнь. А мужики вот здесь. Вот эта энергия начиналась. С молодого солнца, с Каляды. И планы, и будущее. И мужской год начинается. И, пожалуйста, вот сакральная астрономическая точка. Что мешает? Ничего не мешает. Понятно, что это не палаточный вариант, к примеру, да? Но на том же Абрау-Бич, биостанция. Ученые сейчас не работают. Классные фотки тоже у меня есть. Отличные условия. Рядом пансионат Звездный. Тоже народу нет никого. Ну, то есть номера свободные. Поэтому нет проблем для размещения того, чтобы провести мероприятия в своих задачах. Да, можно. Ну, как-то вот так. Я как принимающая сторона. Гарантирую. Слушай, классно. Так, я сразу просто вопрос такой закину. А вот даже сейчас, в сезоне, есть возможность, допустим, если я захочу на пару-трочку дней приехать просто глянуть и отснять материал какой-то? Подъехать туда или нет? Или это проблематично будет? Приезжай. Не создам проблем. Для тебя место найдется. Приезжай. Да, ну, во-первых, хочется как бы вот так вот вживую и познакомиться, и пообщаться. Во-вторых, хочется проехать весь этот маршрут, чтобы уже знать и быть уверенным в подаче. И все это дело, и уже ты уверен, понимаешь, что к чему. Своими глазами все увидел. Вот. Я так просто удочку. Удочку закинул. А скажи, пожалуйста, то есть у нас в Туапсе, по-моему, аэропорта нет. Там только поезд проходит у нас. И дальше у нас очень пошел. Аэропорт в Новороссийске? Да, да, да. А я не знаю. Эти все порты, по-моему, закрыты до сих пор. Да, они закрыты. Это сейчас только поезд. Краснодар закрыт, Ростов закрыт, Новороссийск, по-моему, тоже закрыт. Но я здесь не слышу, чтобы самолеты летали. Я здесь слышу только пролет военных, и то редко. Вот. Сочинский аэропорт, наверное, открыт. Ну, Сочи ехать далеко. Ну, здесь, ну, как далеко? А зачем мне? Нет, смысл, конечно. Здесь проще на поезд сел. Там, по-моему, 24 часа, если от Москвы ехать. Что-то такое, ночь. И в Туапсе выходишь в Туапсе. Там, по-моему, насколько я помню. Горячий ключ и Туапсе. Нет, нет, если ты поедешь сейчас, поедешь, да, я тебя буду встречать в Новороссийске. Сначала Абрау-Дюрсо, походим, посмотрим. В море покупаемся. Без фанатизма. Если погода будет. А потом можно и в Туапсе съездить. Туда уже конкретно. На два брата сходить. Самим пройти, понимаешь? Я проведу тебя на храм солнца. Там тоже просто так не найдешь. Вот. Ну, как бы так. Ну, хорошо. Слушай, давай тогда я буду сейчас думать. Потому что у меня вчера только возникла вот эта вот идея. Я как-то она пробилась после вашего вот ролика. Не знаю почему-то вот на эту тему. И у меня был проект такой, он назывался «Земная тропа». Ну, он музыкальный проект был. И он не пошел, честно говоря, там с одним моим знакомым гитаристом. Вот «Земная тропа». Он был против этого названия. А я причем тоже пощетчикового подбирал это название. И «Земная тропа», и «Ледяная тропа», и «Дневная тропа», и еще какая-то тропа. И все они в одну точку попадали. В «Ля-56». Мне Стисаренко говорит, ну, что тебе «Ля-56». Мне надо вот «Фа», там, чтобы он тебя тянул куда-то. «Фа», там. Ну, или «Фа-диест», там что-то. А что ты опять опорником будешь? Название придумала, а оно как бы не тянет. А у меня после вашего ролика опять «Земная тропа», «Земная тропа». И что-то в голове вот это стучит, стучит и думает. «Земная тропа» в принципе такое название. Неплохое вот под слеты и походы именно. «Земная тропа» она проходит везде. Да-да-да, говори. А «Трава-полынь». Мне очень нравится вот это твое название «Трава-полынь». А «Трава-полынь», кстати, вот, подходит и мне, и тебе. Вот если у нас, ты же «Фа-диест», да, насколько я помню, да, мне Сергей говорил. А я «Ля», а ты как раз через меня можешь построить свое трезвучие. Оно будет с терцию, то есть у тебя «Ля», «Я-Ля», «Трава-полынь», «Ля», и ты «Фа-диест», там минорная терция, но она терция. То есть получается аккорд трезвучия. И сама «Трава-полынь», она как тяговый элемент, она идет как бы в доминанте, она может развиться, зародиться, развиться и выйти. То есть в этом плане она мне тоже нравится, и она у меня, кстати, началась классно. «Трава-полынь», и люди туда потянулись, и все было замечательно. Но потом у меня встретился Пифагорыч, короче, и мозг мой немножко деформировался, можно так сказать, и народ от меня отвернулся. Ну, и до сих пор это никак вот не возвратилось, потому что, ну, я тоже немножко такой орел приобрел странности в глазах этих людей. Но на самом деле «Трава-полынь» мне тоже нравится. Это классная, хорошая штука. Ну, смотри, как интересно, поле-то уплотнилось, мы набрались качественного знания, уплотнилось поле, и вдруг оно начало выстреливать в какие-то новые, другие совершенно видео, и вдруг мы с тобой, не с тобой, не с тобой, не с тобой сидим, разговариваем, видео пишем, да, пошел процесс. То есть поезд, поезд, со скрипом начинает сдвигаться с мертвой точки. И, наверное, именно в это время и надо, понимаешь, я же начал в постах писать, планете нужны операторы процесса возрождения. Ну, а без знаний каких-то, без способностей, без способностей управления материей на уровне исходного кода, ну, как в докторе Стрэнджи, да? Этого сделать будет очень трудно. Ну, ты правильно говоришь, что нечто уплотняется, то есть мы в своей деятельности уплотняем вот это дело. То есть вот эта плотность настолько становится плотной, что она говорит, давай, открывай, открывай дверку, хватит. Хватит барьерами лежать. И бам. Лучшее время для начала проекта – это сегодня. Да, да, да. А сегодня, допустим, день до, до этот ритон фа диеза. То есть это как заброс такой. И мы говорим о будущем, понимаешь? А у меня до – это моя цель. Моя цель. То есть вот я для 103, да, а надо мной глава, вот эта, глава моей тональзи – это до. Вот сегодня этот день, да? И я как бы вот зацепляюсь на этот день. И подо мной ми, да, вот это вот терцию, которую я должен вот удочку закинуть, и вот это ми. И мы говорим, как бы, о каких-то вещах, там 100% есть ми, и я вот это видео сейчас выложу на канал. Он у меня ми, между строк ми, водородами. И у меня вот эти ми идут, идут какие-то названия. Ми, ля, ля, ми. Все, что мне надо. Я как-то один раз попробовал свои песни по абзацам. Вот фраза абзацы забивать в счетчик. И я ужаснулся. У меня там ля, до диезы, ми, ля. Я просто мыслю так, оказывается. Я песни так складываю. То есть мы так мыслим. Мы там хоп, фразу. А мне тут, мне это не нравится. Мне тут букву О не нравится. Здесь букву другую надо. Я бам там делаю. И прям четко там ля. А особенно по октавам я вообще попадаю в октаву. Поэтому сегодня такой день. Сегодня я вижу цель. А ты через третон видишь цель. Потому что ты как бы на полпути. Хоп. Забегаешь туда и смотришь, что будет. И тут я появился. Верешь меня в охапку и говоришь. Так, иди сюда, ля. Я на тебя обопрусь. И мы вместе как бы что-то там начинаем решать. То есть ты меня успокаиваешь немножко. Сам успокаиваешься. И мы. И начинается процесс нарастания вот этого кристалла. Блин. Вот знаешь, помнишь, там в детстве в соли или там в сахарное раствор. Да, да, да. Элементный купорос. Ну, элементный купорос. Ради кота. Синие были красивые такие. Но ты заметь. Пока ты туда эту штучку не опустишь, ничего не происходит. Как бы стоит и стоит раствор. И вот как только ты туда его опустила, все, пошло. Вот так и здесь. Хоп. Появляется мысль. Я вокруг нее начинаю нарастать, 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 нарастать. Ну, слушай, я очень рад вообще, что мы с тобой пообщались сегодня. Потому что все время видишь тебя, видишь, но не общаешься. Вот. Я знаю, как с Сергеем Валерьевичем тяжело, потому что ему надо дать высказаться все время. Я говорю, ну, он умные, крутые вещи говорит. Иногда я понимаю, что я вот ниточку ловлю, но потом бам-бам я ее потерял, а он уже дальше, он где-то впереди, как какой-то лайнер там несется. И я уже понимаю, нет, я вопрос не буду задавать. Я потом лучше пересмотрю и думаю. И вот гармоничное вот это вот звучание в унисон, вот счетчик Пифа-Бурас. Да, продукт снисорен. Посмотри, как легко, легко течет наш разговор. Свободно, легко. Потому что, не потому что мы такие классные ребята, но мы классные ребята, да. Мы резонируем друг с другом, но еще и день, еще и тритон. И вот чтобы люди понимали, о чем это мы, какие там тритоны мы это говорим. Ну, те, кто в теме, они понимают. А для тех, кто не в теме, и кто, может быть, в первый раз смотрит это видео, попался, ну, ребята, может быть, интересно, и посмотрю, да. Это счетчик Пифа-Бурас, это электромагнитная звуковая совместимость. Пространство, людей, коммуникации, ну, всего такого прочего. Вот что оно и будет включено. Частотное. Частотное, что будет включено в наши тренинги, ретриты, семинары и походы. Надо снисоренка вытащить. Он мне всегда говорит, ну, и куда я пойду, у меня же мама. Ну, я его пытаюсь вытащить уже не первый год. Я его пытался вытащить и в Крым, пытался вытащить в этом году и в Абхазию. Он говорит, да, да, давай в сентябре. И нет, так он на даче сидит и никуда не хочет из нее уезжать. Вот, кстати, по Абхазии, по Абхазии. Перед тем, как сюда поехать, мы же собирались командой. Команда развалилась, приехал только я. Так вот, я прорабатывал Абхазию удаленно, но глубоко. Вплоть до того, что я нашел старые фотографии, где у меня мама моя на озере Рица. Они в определенный момент мне попались. Я знал об этих фотографиях раньше, но осознал я это только сейчас, когда стал с Абхазией заниматься. Что такое озеро Рица? Что там за вода? Какие пещеры? Что такое пещера Абрскул? Атапская пещера. О, один ткуарчал, что только стоит, заброшенный город. Поэтому по Абхазии можно такой мистический тур сделать, Жека. Ой. В Абхазии есть, есть где остановиться, где есть база, есть человек с машиной, в принципе, с грузовиком. Вообще класс. С Мерседесом. То есть, и он объехал все эти места тоже. Я вообще был поражен, я туда приехал к нему, а у него там, ну у него как бы дом, двухэтажный дом, и там где-то гектар земли. И все это там на горе, далеко от моря, там далеко от трассы, на гору поднимаешь, где-то минут сорок пешком от моря идешь. И там, ну тихо, спокойно, рядом, чуть-чуть пониже кришнаиты какие-то там живут, тоже выкупили там землю, чуть повыше еще там какие-то там. И вот он там живет, вот помидоры выращивает и занимается совершенствованием своего тела. То есть, он отказался от мяса, ну все такое тоже ему там за 50 лет, и он выглядит как юноша такой вот. Причем человек, я с ним раньше по бизнесу имел дело, он рекламой занимался, и я у него был там производство свое. И у меня было производство. И вот его как отрезало, где-то лет, наверное, 7-8 назад. Он все бросил, все распродал, уехал и все, сказал, ничего не надо, живу вот так вот мне, говорит, в кайф. Ну вот, так что тоже там интересные места, красивые места, и люди интересные, и русских много, кстати. И там очень большие такие общины есть, которые там на постоянной основе живут. И туда людей возят, кстати, на семинары, и на психологические семинары, на йогу. Семинары там, ну, тоже тема есть интересная такая. Ну, плюс у меня еще есть машина, у меня, в принципе, тоже есть микроавтобус, худо-бедно, он как-то ездит. И его можно тоже как бы припрячь в плане там доставки снаряги, доставки еще чего-то, таких вот вещей тоже можно продумать. Да, да. Ну все, смотри, тема для разговоров у нас есть, вот, я думаю, что у нас будет, наверное, серия вот таких передач, вот, мы будем как бы держать в курсе и в тонусе наших слушателей и зрителей, как, чего у нас там какая-то движуха развивается. И я сейчас буду продумывать, как здесь как бы раскинуть сети и привлечь людей. Ну вот, ну и у тебя тоже какая-то пища для размышлений в голове сейчас появится, вот, будешь меня ментально на связи держать и там обрастать, вот эта вот ниточка будет обрастать сахарком или там чем-то, солью какой-нибудь, да, которую опустили. Ну, вот на этой оптимистической ноте мы видео и завершаем. А мы еще сейчас запись отключим, а еще пятиминуточку, планерочку проведем, да? Хорошо. Все, давай. Всем пока, до новых встреч.